Этот фильм будет о том, как покрасить вот такого быка. То есть у нас было вот такое помещение, это февраль, ну было относительно тепло, рядом печка, мы протапливали это помещение, держали прессовую температуру. Ну вот сейчас немножко расскажу, что делает Коля. Коля берет такой грунт глубоко проникающий и идет задувка скульптуры. Видите, скульптура высохла, она беленькая, часто задают, а когда можно красить? Ну там есть как бы свои технологии, там 27 дней цемент схватывается, ну там есть умники такие, пишется где-то или откуда-то я знаю, ну скажу по на практике. Я крашу бетон или скульптуру на третий день или там на четвертый день, при условии, если она стала белой. Ну если будет жара, отопление или вот как бы, ну не знаю, может через неделю здесь, я не помню, через сколько мы покрасили, но если цемент белый, то мы ее украсим. То есть это акриловая краска, она вообще-то влагу как бы дышит, фасады дышат, то есть она дисперсионная и ей эта влага сильно не мешает. Ну все равно вот работа должна быть высохшая и вот здесь идет покраска. Вы увидели, что мы покрасили скульптуру грунтом глубоко проникающим, его идет 70 грамм на метр квадратный по технологиям, он жидкий, глубоко проникает и закрепляет вот эту поверхность и дает возможность краске лучше сцепляться с цементом. А потом мы берем, видите, зеленую краску, она такая немножко с бирюзой, и покрасили по грунтовой поверхности. Ну там надо сколько там, 15-20 минут она постояла, и мы ее покрасили. То есть загрунтовали, это простая покраска, а теперь идет уже более сложная покраска. То есть вот эту глубину мы поддуваем, ну давайте темно-зеленым цветом, то есть этим самым мы как бы придаем рельеф. Ну вы туда дальше поймете почему, потому что вот это темно-зеленое будет прописываться медью. То есть вы скажете, что за странный бык зеленый такой? Ну вот такой заказ пришел. То есть заказчик имеет завод, и это фирменный знак завода. Ну почему-то у нас на Украине это гринбул, английское название, не знаю почему, но гринбул, зеленый бык. Ну и не знаю, правильно я произошел или нет, я как бы, мне вообще непонятно, что бы его не сделать. Зеленый бык. Ну такой гринбул, есть фирменный знак завода, этот завод что-то там выпускает, и такой фирменный знак, вот сделанный по, ну давайте копию нельзя назвать, но в Америке есть, или в Нью-Йорке где-то бык, который бодается на бирже. Он правда бронзовый. Ну вот этот бронзовый бык, ну мы его сделали зеленый и пропишем медью. Ну чтобы его так прописать, вот мы низа задули. Это вот Лена, она опытный художник, и ну как бы покраска несложная, ну просто вот этот зеленый бык это провокация, ну зеленый-зеленый. То есть там его делали бронзовый, и он там тоже, там было много о нем писали, ну он, тот бык выжил в Нью-Йорке, там я не знаю сколько, или там 100 тысяч, 300 тысяч долларов заплатили. Ну этот бык мы, его там делали лепоты, ну здесь в интернете можно найти, мы этот бык сделали за 20 дней где-то, ну в течение месяца, если не спеша работали. И вот идет он бетонный, 10 тонн, но хвоста нету, потому что он не выйдет с этой комнаты. Хвоста, хвост мы потом позже переделаем и подкрасим. Ну такой вот заказ, ну очень интересный заказ, ну и хорошо, что есть заказчик, который, ну нашел деньги на этого быка и дал нам, ну как бы зимой нам было скучно, вот он где-то 3 тысячи долларов обошелся, этот бык, ну мало, много, ну как бы не скучно было, или в спортзал ходить, или делать быка. То есть зимой мы свободные, то есть в принципе хорошие деньги взяли, да сделали его. Ну сложность этой работы в чем? В том, что бык находится в помещении. И чтобы его вытащить, смотрите, под ним находится такой фундамент, типа сашвеллеров сделан. И пришлось как бы перестраховываться, ну его уж надо было потом как-то тянуть краном, вытащить его или там трактором, и потом краном забрать и перевезти. То есть в этом проблема большая. То есть была перестраховка, усиление каркасов, и вот как бы вот такой бык мы сделали в помещении. Ну вот смотрите, что произошла грунтовка, потом зеленая покраска, и сделаны эти темно-зеленые полутона. А теперь берется такой медная краска, и идет пропись этого быка. Вот сейчас посмотрите, как в руке вы увидите такая баночка, она такая, ну как таблетки их называют. И теперь вот эти два цвета, темный и зеленый, завязываются прописью медью. Ну это очень хорошие краски, они 20 лет мы ей работаем, они стойкие. Ну в принципе вот бык выжил уже сколько, 3 года или там сколько прошло, ну уже даже 4 года прошло, как мы его сделали. Он стоит в принципе, то есть я проезжаю сейчас, это в моем городе, ну там рядом город 10 километров, то есть это Каховка. А это вот я же рисовать не учился, и приходится мне лопатой работать. Этот песок, он был внутри помещения, и мы его убираем, потому что он как бы зима, и чтобы работать он был внутри помещения. И вот видите, такая печка, ее протапливали у нас, и у нас была плюсовая температура, то есть в принципе все нормально, условия были хорошие. И вот видите, завод, есть структура, есть техника, подъехали этим тракторцом, и кара, или как это называется, и вывозим этот песок, и вот по колено сейчас пропишет его. Ну а потом есть фильм, 3 фильма, которые показывают, как мы его вывезли оттуда, как стенку разбили, как крана поставили. А это вот, то есть эти фильмы были сняты там 3 года или 4 года назад, 4 года назад, и вот я как немножко дублирую, укоротил, и пытаюсь озвучить. Тогда мы озвучить не могли, потому что не было программы, а сейчас вот как бы пытаюсь показать, что делает Лена. Посмотрите, какая техника работает именно кистями, как она прописывает. То есть она набивает, и это тоже важно. То есть, чтобы мне было мазков, то есть это вот тоже как бы технология покраски. Видите, она, можно было, в принципе, взять пистолетом под дуть. Ну вот смотрите, технология покраски. Берется кисточка и набивается по зеленому фону. Ну что по зеленому фону? Ну заказ был такой, гринболт, зеленый бык. Ну и вот эта медь, под нее всегда тоже делается основа. Вот видите, там и темная чуть-чуть основа, можно и красную основу делать. И вот именно был заказ, и такая зелень, мы ее сильно не забивали. Можно было бы, конечно, поддуть пистолетами, но вот когда кистью красишь, то цвет, он как бы яркий становится. Ну это определенный такой подход. Вот, и то есть по зелени идет один оттенок. Также вот мы решили сделать медь. Ну нам что-то медь больше нравится, хотя можно было его сделать и под бронзу. Вот только бронза была бы зеленая. Ну, как бы есть варианты. Можно было и под золото, а можно и медь, и золото. То есть применить разные краски. Ну, опять есть заказчики, которые тоже какое-то влияние оказывают на это дело. Ну, в принципе, сильно нам не мешает. Ну, вот видите, вот такой вот бык. Мы не стремились к сильной анатомии. То есть у нее такая монументальная составляющая. И я боялся, чтобы ноги были не разрушились. Потому что бык находится в помещении, его надо было вытаскивать трактором. И я переживал, не дай бог, если ноги поломаются, потом возникнет очень много проблем. И в то же время бетон, ну, такой продукт, который не любит тонких вещей. Почему не любит? Потому что на жаре вот эти бетонные ноги могут расширяться. И как бы арматура, которая находится в ногах, она может разрушать бетон. Вот все тонкие работы, ну, есть много быков, которые делались. Они там 10-20 лет, разрушаются из-за того, что, ну, они изящные. И как бы, будем говорить, тон очень, арматура близко к раствору. Ну, вот видите, уже и медь прибили, и как бы и он, и бронза. Появляется и золото. Ну, медь проглядывается немножечко. То есть за счет этой прописки мы затонировали, будем говорить, зелень. Ну, все равно, так как задача была Green Bull, именно зеленый бык, который это предприятие такое, ну, я не знаю, у них какой-то ли фирменный знак этого производства. Ну, сложно сказать, что там в голове было у заказчика. Ну, вот смотрите, что такое удача. Ну, удача, это должен бодаться на бирже. Смотрите, какие у него крепкие яйца. Ну, чтобы он принес удачу, мы в эти яйца вложили фунты стерлинга. Ну, такой секрет, не знаю, ну, там немного фунтов, думаешь, не отобьют ему теперь яйца за эти фунты стерлинги. Ну, такая, дал нам там, ну, не знаю, я уже забыл, какие там, короче, да, железные деньги, мы вложили эти деньги за бетонир. Ну, такой подколка, или это магия, ну, такой вот юмор по этому быку. Вот видите, зеленый, как бы вот этот медь, мы все-таки прибиваем его и золотом, и он уже как бы вторичен. То есть, это вот пропись такая идет, ну, а сразу увидели, какой яркий свет был. Ну, такой вот фильм, но эти копыты, они темные были, мы на них акцент сделали. Вот такой вот бык. Ну, был эскиз, как бы мы пытались по нему сделать. Ну, это какой-то там, в Америке есть, на бирже бодается, и вот заказчик был, как бы приверженец Запада, и вот он захотел такого быка сделать у себя. Ну, классно, когда есть такие заказчики, которые что-то хотят и хотят сделать у себя. Ну, такой вот бык получился у нас в Кахопке. И вот он, ну, ну,